Уважаемые дамы и господа, мы провели очень полезные переговоры с министром иностранных дел Королевства Саудовской Аравии Саудом Альфейсалом. По итогам переговоров распространен совместный пресс-релиз. Я надеюсь, что вы смогли с ним ознакомиться. Добавлю лишь несколько слов. Мы едины в том, что отношения между нашими странами имеют возрастающее значение, особенно в нынешней ситуации, когда необходимо объединять усилия всех тех, кто понимает колоссальную угрозу со стороны так называемого исламского государства и прочих террористических структур. Для будущего региона Ближнего Востока и Севера Африки. Мы также осознаем далеко не полностью реализованный потенциал двусторонних отношений между Российской Федерацией и Королевством Саудовской Аравии. И все эти вопросы были на нашей повестке дня. Что касается двусторонних отношений, мы договорились в развитии тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе предыдущего визита Сауда Альфейсала в Российскую Федерацию и его встречи с президентом России Владимиром Путиным в июне этого года. Мы договорились стимулировать работу наших экономических ведомств по возобновлению деятельности Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Она уже достаточно продолжительное время не собиралась, поэтому надеемся, что в начале будущего года мы определимся со сроками очередного заседания, которое должно состояться в Саудовской Аравии. Мы подтвердили имевшиеся ранее договоренности о создании нескольких рабочих групп в рамках этой Межправительственной комиссии и о проработке целого ряда практических направлений, перспективных направлений сотрудничества по линии Министерств экономики, Министерств транспорта, но также в сфере сотрудничества в космосе и в сфере мирного использования ядерной энергии. Кроме того, условились активизировать наше взаимодействие по борьбе с терроризмом и в этих целях сформировать двустороннюю рабочую группу. Мы также ценим наши отношения в гуманитарной сфере. Ежегодно власти Саудовской Аравии содействуют осуществлению хаджа мусульманскими гражданами Российской Федерации в Саудовскую Аравию. И последний хадж, который не так давно завершился, прошел успешно, каких-либо серьезных инцидентов не было. И мы признательны властям Саудовской Аравии за те меры, которые они принимают для обеспечения безопасности и для хорошей организации паломничества. Что касается региональных дел, мы обсудили ситуацию в Сирии, в Ираке, в Йеменском урегулировании, ситуацию в Ливии, вокруг иранской ядерной программы и, конечно же, положение дел, которое вызывает озабоченность в сфере палестино-израильского урегулирования. Наша общая линия заключается в том, что внешние игроки должны максимально содействовать созданию благоприятных условий для мирного политического урегулирования всех этих достаточно серьезных проблем региона. И мы условились продолжить наш диалог с коллегами из Саудовской Аравии в ходе очередного министерского заседания «Россия – Лига арабских государств», которое намечено на начало декабря в столице Судана – Хартуми. Ну вот, собственно, основные итоги наших переговоров. Да, и как вы, наверное, смогли прочитать в распространенном пресс-релизе, мы также обменялись мнениями о ситуации в энергетической сфере, договорились продолжать наше сотрудничество по энергетике и по вопросам, касающимся состояния нефтяных рынков. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я готов на парочку ответить. Альма Эйдид, пожалуйста. Добрый день, Сергей Викторович. Весьма насыщена повестка российско-саудовских переговоров, отношения. Хотел бы заострить внимание на две темы. Это то, что вы последнее, то, что подчеркнули, это энергетика, потом ценообразование на нефть. Как известно, в последнее время риска упали цены на нефть, и это наносит ущерб многим странам, производителям, экспортерам нефти, в том числе и России, и Саудовской Аравии. И вопрос такой, поскольку часто мы слышим о каком-то сговоре против России, в частности, в этом вопросе. Обсуждали ли вопрос о более справедливых ценах на нефть, поскольку обе страны весьма влиятельные игроки на мировом рынке. И второй вопрос, если позвольте, это касается переговоров по иранскому ядерному досье, который сейчас проходит в Вене. Как известно, там как бы нелегко все это проходит. И известно, что у Москвы и у Ирлиада есть какие-то расхождения по этому вопросу. Удалось ли на сегодняшних переговорах сблизить позиции и прийти к какому-то общему знаменателю по поводу достижения всеоблемающего решения? Что касается ситуации на нефтяном рынке, и мы, и Саудовская Аравия исходим из того, что ценообразование должно быть рыночным, и решающую роль здесь играют спрос и предложения. И мы, и наши саудовские партнеры против того, чтобы рынок получал воздействие в результате неких политических или геополитических замыслов. Это первое. Второе. Что касается иранской ядерной программы, переговоры вступили в достаточно такую серьезную стадию, учитывая намеченную ранее дату 24 ноября в качестве срока достижения договоренности. Мы всегда говорили, что для нас важно качество договоренности, а не тот или иной срок ее достижения, хотя, конечно, затягивать бесконечно этот процесс не получается. Мы рассказали нашим саудовским коллегам о российской оценке положения дел на переговорах. Сейчас туда, в Вену, где идут переговоры между политдиректорами Шестерки и министром иностранного дела Ирана, направились госсекретарь Джон Керри и наши коллеги из Франции и Великобритании. Мы продолжаем придерживаться нашей оценки, что все компоненты договоренности уже лежат на столе, и сейчас задача дипломатов в том, чтобы правильно скомпоновать пакет и проявить политическую волю с тем, чтобы итог был основан на балансе интересов и не был бы подвержен попыткам в последнюю минуту что-то выторговать сверх того, что реалистично. Это зависит и от мастерства переговорщиков, но прежде всего это зависит от политической воли. Повторю, все компоненты для договоренности на столе переговоров имеются. Есть искушение, наверное, на этом позднем этапе переговоров попытаться вбросить какие-то дополнительные идеи, чтобы получить чуть больше, чем нужно. Но исхожу из того, что в итоге здравый смысл и стремление к достижению компромисса по этой застарелой проблеме будет все-таки преобладать. Российская делегация руководствуется именно этими подходами. Сирийское агентство САНО, пожалуйста. У меня есть вопрос о необходимости выполнения всеми государствами резолюции СБ-2170, особенно 2178, в том, что касается запрещения финансированной поддержки террористической деятельности, особенно в Сирии и в Ираке. Спасибо. Мы активно участвовали в разработке резолюции СБ-2178, которыми все государства призываются противодействовать финансированию и любой иной поддержки террористических структур на Ближнем Востоке и на Севере Африки, в том числе Исламского государства, так называемого, которое пытается создать халифат и уже захватило достаточно обширные территории Сирии и Ирака и продвигает свои отряды на территорию других стран, включая Ливан, Ливию. Уже в Саудовской Аравии были эксцессы, которые организованы, как мы понимаем, и как нам наши саудовские коллеги подтвердили, организованы группами, связанными так или иначе с так называемым исламским государством. Решения, принятые в Сайте безопасности, фиксируют принципы, которыми обязаны руководствоваться все государства. Мы исходим из того, что эти принципы нуждаются в переводе на язык практических требований, и одним из приоритетных направлений этой работы мы считаем принятие решений, запрещающих в правовом плане, криминализирующих любые действия, связанные с поставками нефти с территорией, которые контролируются террористами, с покупками этой нефти и с использованием вырученных средств на финансирование террористической деятельности. Будем это предложение продвигать в Сайте безопасности ООН, такая работа уже началась. Один вопрос еще давайте. — Спасибо. Агентство «Рейдер» Катя Голубкова. Сергей Викторович, Вы сказали в своем выступлении, в своем заявлении, МИД указал, что договорились сотрудничать по нефтяным рынкам, и я бы хотелось уточнить, вот буквально только что министр энергетики Российской Федерации сказал о том, что, возможно, Россия будет снижать добычу нефти, чтобы поддержать нефтяные цены, и это калинируется с заявлением венесуэльской стороны о том, что они тоже готовы снизить добычу нефти, если ОПЕК пойдет на снижение добычи нефти также. Хотел бы Вас уточнить, говорили ли Вы сегодня о том, что может быть скоординировано снижение добычи нефти как в рамках ОПЕК, так и со стороны Российской Федерации, которая готова была поддержать это решение? Спасибо. — Я уже сказал, что мы с саудовскими коллегами едины в том, что рынок нефти должен определяться балансом спроса и предложения, и он должен быть освобожден от попыток конъюнктурного влияния, исходя из политических и геополитических соображений. Когда страны-поставщики нефти на мировой рынок видят дисбаланс между спросом и предложением, видят, как спрос или предложение теми или иными игроками рынка искусственно искажаются, они, конечно же, вправе принимать меры, которые будут корректировать вот эти необъективные факторы с тем, чтобы вернуть рынок к его естественному состоянию. Из этого исходим мы, из этого исходят многие наши партнеры, которые являются экспортнерами нефти, в том числе и те, о которых Вы упомянули. Спасибо большое.